Утренний эфир на канале Россия продолжает вести Магнитогорск. Доброе утро! С вами Гульнара Зиганшина. Бензин может подорожать на 10% или вообще исчезнуть из продажи. Такие прогнозы на лето дают эксперты. Из-за постоянного роста цен Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести ограничения для розницы. Единая цена могла бы внести ясность. Это предложение уже направлено в правительство. Нефтепереработчики объясняют стабильный рост цен, индексации акцизов и будущей реконструкции заводов. Из-за этих двух факторов, поясняют оптовики, производство бензина снизится, а лето – период его максимального потребления. А значит, из-за дефицита цены взлетят еще выше, считают эксперты. Магнитогорские судебные приставы продолжают акцию достучаться до алименщика. Только в правобережном отделе судебных приставов сейчас от около полутора тысяч исполнительных листов. С кризисом платежеспособность алименщиков значительно снизилась, а вот запросы второй стороны напротив возросли. Если человек не работает, сумма алиментов составляет почти 5000 рублей. Рассчитывается она исходя из размеров средней российской заработной платы. – Помогать по семье вы собираетесь? – Ну, обязательно. Ну, а как же? Сейчас я думаю, ну, я не думаю, что возьму какой-то, как сказать, бизнес. Конечно, бизнес я возьму. Должнику дается 10-дневный срок или полностью погасить долг или опись имущества. Если игра свеч не окупит, уголовная ответственность, исправительные работы либо тюремное заключение. Отмечу, за три месяца этого года судебные приставы Челябинской области возбудили около 300 уголовных дел в отношении злостных неплательщиков. Причем четверть из этого количества – женщины. Городским субботникам не рады, пожалуй, только пожарные. Собранный мусор, как правило, поджигают. И в сутки у огнеборцев до ста подобных выездов. Люди выжигают прошлогоднюю траву. То же самое, не думая о том, что весна – это традиционно на Южном Урале у нас порывистые ветра, которые разносят искры, разносят горящий материал на большое расстояние. И таким образом мы получаем не просто неконтролируемое горение, мы получаем переходящие пожары. Один год лишения свободы грозит нарушителям за поджог мусора, два – за пожары в лесу. В 63-й школе Магнитогорска прошел день МГТУ. По итогам минувшего года 40% выпускников 63-й школы стали студентами вуза. У нас город промышленный, поэтому нужно учиться в техническом вузе, чтобы потом легче было найти себе работу. Это модно, это престижно. И, наверное, ваши ожидания оправданы, потому что отношение общества к высшему образованию до сих пор уважительно и надежно. Три года назад выпускных классов школы появились профильные группы – физико-математические. В перспективе обучение будет проходить в них с использованием материально-технической базы МГТУ. Почта России решила поздравить фронтовиков. В рамках подписной кампании на второе полугодие вышел специальный каталог к 65-летию Великой Победы. Магнитогорские ветераны смогут по нему оформить подписку с дополнительной скидкой. Льготный каталог содержит самые популярные издания. Картинная галерея тоже готовится ко Дню Победы. Сегодня открытие выставки «Цена Победы». На экспозиции будет представлено более 40 работ как самих ветеранов, так и профессиональных художников. Живопись, графика, скульптуры, натюрморты покажут войну, тыл и развитие Магнитогорска в военное время. Кроме того, ветеранам организаторы покажут документальный фильм и концерт, на котором прозвучат песни военных лет. Это все новости. Далее информация о погоде. До встречи на телеканале «Россия». Сегодня синоптики обещают в «Фершампенуазе» 4,6 тепла. В Кизильском 5,7 со знаком «плюс». В Верхнеуральске 3,5 выше нуля. И в Магнитогорске переменная облачность без осадков «плюс 5,7». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова